Игромания В игру прибыли долгожданные новые эсминцы 11-го ранга. Всего их три по одному на фракцию. Эсминец Империи Брейв Грандиозная махина с невероятно прочным корпусом, позволяющим сделать этот корабль самым живучим в игре. Обратная сторона медали — как, черт возьми, восстанавливать такое невероятное количество очков корпуса? Даже инженеру придется несколько минут поливать его затмением, чтобы полностью отремонтировать. Одними только аурами починка займет добрую половину боя. К тому же, как и подобает Империи, этот эсминец — самый медленный из всех. Эсминец Ерихона Сибил А вот у него проблем с ремонтом гораздо меньше. Очков корпуса немного, конечно, если сравнивать с имперцем, зато есть все шансы вообще не повреждать его в ходе боя. Основную часть урона принимает на себя щит, который, в отличие от корпуса, отлично восстанавливается сам собой за счет быстрой иерихонской регенерации. Кроме того, ауры Инженера восстанавливают щит намного быстрее, чем корпус. Эсминец Федерации Антарес Самый хрупкий из всей тройки. Запас щита средний, хотя все равно больше, чем у любого иерихонского фрегата. Зато, во-первых, он самый быстрый, а во-вторых, и это даже важнее, у него огромный запас энергии. Эсминцы ведь потребляют ее в колоссальных объемах и очень медленно восстанавливают. Антарес же может постоянно летать на форсаже, что открывает большой простор для новых тактик. Например, атаковать набегами, прикрываясь адаптивным щитом. При этом убить его будет едва ли не сложнее, чем имперцы. Новые эсминцы во многом похожи на своих младших братьев, хотя и прибавили в параметрах. Кроме того, для них доступны уже восемь ячеек модернизации. Да и самих модернизаций стало доступно больше. Например, на такой эсминец можно поставить несколько адаптивных щитов. С тремя щитами корабль будет практически бессмертен, если, конечно, у противника нет заградителя с замедляющими умениями, чтобы их отключить. А для любителей позиционного боя прекрасно подойдет силовое реле энергоблока, ускоряющее регенерацию щита. С ним этот показатель можно разогнать более чем до 700 единиц, и в сочетании со специальным умением эсминец будет полностью восстанавливать щит секунд за 40. Добавилось и новое орудие — установка «Ареол» с электромагнитным эффектом. Она напоминает знакомый нам генератор сингулярности штурмовика. Перегревается быстро, снаряд летит медленно, бьет больно. При этом снаряды во время полета наносят урон в небольшом радиусе, что помогает, например, при обороне маяка или атаке на плотные группы врагов. А вот против маневренных противников с этим орудием будет тяжело. На прямое попадание надеяться не стоит — любой опытный противник легко увернется. Хотя тут сложно сказать наверняка, ведь у эсминца появились еще грозные умения. Например, гравитационная линза. Она создает небольшую черную дыру, засасывающую все корабли в радиусе двух с половиной километров и наносящую существенный урон корпусу. Идеально применять ее для обездвиживания противников, чтобы потом опробовать на них другую новую игрушку эсминца — фотонный излучатель. Он ставится не в оружейный и не в ракетный слот, а в ячейку активных модулей. При активации создает неуправляемый поток высокоактивных частиц, способных преодолеть расстояние до десяти километров. Чем-то напоминает торпеду фрегата, разве что число выстрелов не ограничено, а время перезарядки может достигать пяти секунд. Урон наносит неплохой, а пораженная цель теряет сопротивление против электромагнитного урона. Обратите внимание, сочетая орудия и активные модули, в игре впервые можно создать специального убийцу эсминцев, пусть и не столь эффективного против обычных кораблей. Произошел в игре ряд и менее заметных, но тоже важных изменений. К примеру, помните, недавно мы рассказывали о разборке модулей на ресурсы и советовали искать информацию, что из чего можно получить? Теперь больше не надо перерывать страницы форумов. Вся информация доступна прямо в игре, на странице разборки. Это удобно. Изменился эффект орудия Деструктор. Вместо урона по области оно теперь сжигает энергию всем кораблям вокруг. Ну и последнее, о чем мы считаем важным упомянуть, модуль командного штурмовика «Разрушитель щитов» теперь стал доступен в магазине, тогда как раньше его могли использовать только те, кто выполнил специальный квест. На этом всё. С вами была Игромания. И надеемся, у вас в ангаре уже есть хоть один эсминец. Увидимся в космосе! Сonian – этоTony María Г Bark от Игр овощи, он служит красным лагерям сексуап Процесс.